Собачье горе было безграничным. Питомица с обрывком карабина на шее, наверняка в прошлой жизни была домашней. Вот только с ней что-то случилось. Может хозяин выгнал ее? Или завез куда-то, да там бросил? Чем провинилась эта бедняга, остается только догадываться. Мария Степанова шла домой, мечтая побыстрее оказаться в тепле и спрятаться от проливного дождя. И тут она заметила, что на улице лежит собака, свернувшись калачиком. Бедняжка отчаялась найти теплое и сухое место, поэтому пыталась уснуть прямо на земле. Капли дождя падали на ее грустную морду, и казалось, что она плачет, может так оно и было. Девушке стало настолько жаль дворняжку, что она подошла к ней совсем близко, а потом, повинуясь какому-то внутреннему порыву, вдруг спросила у нее, «Пойдешь ко мне жить?» Собака будто понимала каждое слово Марии. Она вскочила на лапы, готовясь следовать за своей новой хозяйкой. Кстати, девушка, обнаружив остатки карабина на шее питомицы, пыталась найти ее прежних хозяев, но безрезультатно. Маша этому даже обрадовалась, решив, что второй хвостик в доме не помешает. Собачку, найденную под дождем, назвали Беллой, и теперь она стала лучшей подругой Резеншнауцеру, который появился у девушки первым. Белла оказалась невероятно ласковой и понимающей собакой. Она быстро привыкла к новой семье, и теперь живет счастливой, полной вкусняшек и объятий жизнью.